Особое мнение на 101FM 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 компаниями в Первомайском районном суде города Кирова. В этих правилах говорено, что они вступают в силу с момента отмены предыдущих правил, которые были приняты депутатами Кировской городской думы. Ну и, соответственно, все мои клиенты, все мои доверители делают вывод, потому что таким экстравагантным путем администрация города пытается как раз ускорить вступление в силу тех правил, которые принимались уже в 2021 году непосредственно администрации. А очень интересная, кстати, конструкция. В 2009 году Городская дума принимала, а в 2021 почему-то постановление администрации? Ну нет, здесь на самом деле ничего, собственно говоря, странного нет. За время, которое прошло с 2009 года, изменились и законы Кировской области, и в настоящий момент принятие решений об утверждении град-регламента, в частности, об утверждении правил землепользования и застройки, относится к компетенции уже непосредственно администрации города. И поэтому администрация такие правила и издала. А почему тогда недовольна прокуратура? Ну, прокуратура абсолютно правильно недовольна, ровно как и строители. Значит, и бизнес, и прокуроры полагают, что те правила землепользования и застройки, которые были утверждены администрацией города Кирова в декабре 2021 года, несут множественные коррупционные составляющие. Значит, они противоречат действующему федеральному законодательству и фактически создают незаконные преимущества для отдельных игроков строительного рынка по сравнению с компаниями, которые осуществляют такую же деятельность, только на других территориях города Кирова. Например, в соответствии с теми правилами, которые оспариваются в настоящем первомайском суде, застраивать какие-то территории, даже принадлежащие собственниками в черте исторического поселения города Кирова достаточно проблематично. А вести строительство, например, где-нибудь в более отдаленных районах города, например, в микрорайоне Ганино, ну, гораздо-гораздо проще. И в том числе именно в этом прокуратура и строительные компании видят некоторую дискриминацию, которая запрещена статьей 15 закона о защите конкуренции в Российской Федерации. Ну, мы на самом деле немножко запутались во всех этих исках строительных, потому что несколько было и исков, и решений даже по одному из них, насколько я понимаю, принято. Да, это история как раз с расширением границ исторического поселения. Ну, да. Которая не устояла в суде. Ну, на самом деле не так много таких исков было и есть, их всего три на самом деле. Значит, самый первый иск, который в настоящий момент рассмотрен уже Кировским областным судом, это исковое заявление Саморегулируемой организации Ассоциации Объединения строителей Кировской области, где оспаривалось одновременно и постановление правительства Кировской области, которым была увеличена территория исторического поселения город Киров в Вятках-Лынов, и решение управления государственной охраны объектов культурного наследия в Кировской области, которым для такой увеличенной территории исторического поселения был утвержден предмет охраны. И в частности, введены ограничения по высотности застройки. Следующий иск, это как раз иск шести строительных компаний, которыми оспариваются в Первомайском суде, приняты в декабре 2021 года постановления главы администрации города Кирова господина Осипова об утверждении правил землепользования и застройки. Ну и как ответ строительным компаниям... Империя наносит ответный удар, это у вас в Фейсбуке было заголовлено. И последнее исковое заявление, это вот достаточно смешной иск администрации к Гордуме. А я правильно понимаю, что в администрации Кировской городской думе одни и те же юристы работают, или нет, или разные там? Нет, разные, конечно. То есть есть юристы, у которых трудовой договор заключен непосредственно с администрацией города Кирова, есть юристы, которые работают в аппарате Кировской городской думы. То есть находятся в одном здании все, да? В одном здании, да, на соседних этажах, и что самое интересное, деньги они получают все из городского бюджета. Сегодня мы планируем, что уже через достаточно непродолжительное время начнется заседание. Вчера было подготовлено заявление от строительных компаний города, представлено на рассмотрение Кировского областного суда в это же дело. Значит, мы просим привлечь строительные компании к рассмотрению данного спора между администрацией и Гурдумой, как заинтересованных лиц, это предусмотрено у нас Кодексом административного судопроизводства. Ян Евгеньевич, почему-то плавать звук начинает, я вас попрошу чуть-чуть поближе, да. Значит, и как раз у нас есть судебная первомайская районная суда, которая говорит о том, что два этих дела, иск строителей к администрации и иск администрации к Гурдуме между собой связаны. И на этом основании мы попытаемся сегодня войти в этот процесс как заинтересованные лица с тем, чтобы контролировать качество ведения данного процесса со стороны юристов Кировской городской думы. Сам предмет спора. Давайте тоже напомним немножко, да, слушателям. Да, недовольство строительных компаний абсолютно понятно. Все они занимают позицию достаточно простую. Все мы являемся кировчанами, безусловно, заинтересованы в сохранении исторического наследия. Однако, произвольно устанавливать какие-то ограничения, тем более если такие ограничения не вызваны какой-то объективной необходимостью, не имеют какого-то смысла не только правового, но и фактического обоснования. На нас, безусловно, недопустимое государство вообще должно как можно реже устанавливать какие-то ограничения, и как минимум какое-то хотя бы минимальное обоснование таких ограничений должно иметь место быть. Вот тот процесс, который прошел в Кировском областном суде, где ассоциации строителей Кировской области объединения признали незаконными по нашему иску судей областного суда постановление правительства, как раз... О расширении границ исторического области. Да, и установление предмета охраны. Как раз в этом решении областной суд и указал о том, что абсолютно произвольно была и увеличена территория исторического поселения, и абсолютно произвольно были введены вот эти ограничительные меры по высотности застройки. Значит, чиновники, которые выступали в суде, занимали очень забавную позицию. Они говорили о том, что, ну вот смотрите, вот у нас есть документ, который называется, например, проект обоснования границ. Там есть те разделы, которые должны в нем содержаться, и вроде бы как в этом проекте представлено какое-то обоснование необходимости расширения территории исторического поселения. Я был приятно удивлен, когда суд, не удовлетворяясь подобного рода формальным отношениям к делу, начал изучать непосредственно сам документ. И я полагаю, что все присутствующие убедились, что абсолютно формальным было отношение наших чиновников, это, кстати, суд отразил в своем решении, к обоснованию своего решения об увеличении этих границ. То есть, грубо говоря, например... То есть там не содержится никаких указаний на то, что вот здесь строить, не знаю, там 12, 15, 17 этажей нельзя, потому что рядом стоит такой-то вот объект, да, который ценен. Аня, смотрите, значит, у нас есть постановление правительства Российской Федерации, которым предусмотрены те требования, которым должен отвечать подобного рода документ по обоснованию границ исторического поселения. То есть там говорится, что изданию постановления правительства об установлении таких границ должны предшествовать определенные исследования, археологические, культурологические, архивные, какие угодно. Значит, и суд, изучая материал дела, увидел о том, что вот есть документ, который называется проект по обоснованию границ. Значит, но вместо результатов каких-то исследований там приводятся фактически ссылки на Википедию, там, что такое, собственно говоря, город Киров, в каком году, собственно, здесь впервые поселились жители, значит, как развивалась территория населенного пункта. То есть как раз вот тех обязательных результатов исследований, с которыми связывает наш федеральный законодатель возможность принятия решения об определении границы исторического поселения, в этих документах не было. И суд прямо указал о том, что абсолютно формально составлены данные документы, они не содержат тех сведений, которые в них должны быть. Более того, значит, допрашивались свидетели, которые непосредственно принимали участие в разработке данного проекта. И свидетелям задавался вопрос, каким образом, уважаемые господа проектанты, вы пришли к необходимости установления ограничений, например, по высотности застройки. Никто не смог ответить, откуда эти цифры вообще взялись. Никто. Ни ответчики, ни правительство Кировской области, ни управление госохраны памятников, ни администрация города Кирова, ни проектанты. Ну, это же смешно с одной стороны, а с другой, извините, очень страшно. Потому что настолько легко относиться к возможности ограничивать права граждан, права предприятий, предпринимателей, на мой взгляд, безусловно, недопустимо. И честно, я очень удовлетворен тем решением, которое областной суд принял. Оно изготовлено в полном виде, и действительно, это то решение, которое, ну, читаешь просто с удовольствием, суд неформально отнесся к этому делу, достаточно глубоко изучал те документы и те материалы, которые были представлены сторонами. Посмотрим, что будет сегодня. А я правильно понимаю, что вот это решение, оно все-таки может быть опротестовано, если власти чуть больше времени уделят подготовке документов и что-то там изменят? У них есть такое право или сроки уже прошли? Нет. Значит, обжаловать подобного рода решения, на мой взгляд, ответчики еще могут. Другой вопрос, что перспективы здесь я не вижу. У Шишкам на самом деле некачественные бумаги были положены в основу тех решений, которые были приняты правительством. Что касается заявленных со стороны Управления по охране объектов культурного наследия в своих намерениях не оставлять работу в этом отношении, ну, да, конечно, наши чиновники могут попытаться еще раз пролоббировать, принять подобного рода решения, и никто им, собственно говоря, в этом праве не отказывает. Другой вопрос о том, что с учетом того внимания, которое к этой теме сейчас привлечено со стороны общественности, того внимания, которое этой теме уделяют непосредственно сами предприниматели и строительный бизнес, мы с большим вниманием изучим те документы по обоснованию на расширение границ территории исторического поселения, если они будут представлены на суд публики. И, безусловно, перепроверим с помощью компетентных специалистов. Дальше посмотрим. А я правильно понимаю, что строители-то борются за, ну, право, скажем так, возведения каких-то объектов, уже согласованных, да? Безусловно, Аня. Уже проработанных, проекты уже на них есть, и участки под эту застройку приобретались там не вчера, что называется. Безусловно. Строители уже вложились деньгами, расселили старые деревяшки, которые имели место быть, получили, собственно, земельные участки, получили предварительное одобрение со стороны администрации города, получили град-планы. Значит, фактически все было готово для того, чтобы уже подавать заявление на получение разрешения на строительство. И ни у кого никаких вопросов в процессе не возникало. Нет, и начинать стройку. И, безусловно, всегда крайне нервный бизнес относится к ситуации, когда в самом разгаре игры неожиданно меняются правила. Ну, как вы это себе представляете? Сначала вроде были заключены договоры на комплексное развитие территории, вложены деньги достаточно большие, выданы какие-то обещания, и потом сказали, а ребята, мы передумали. Концепция поменялась, это называется. Сейчас здесь можно построить исключительно, например, там трехэтажное здание, пожалуйста. Тогда, когда там было согласовано, например, строительство десятиэтажки, к примеру. На мой взгляд, ну, это как минимум какой-то странный и абсолютно негосударственный подход. А вы видели комментарии, которые вам писали в Фейсбуке после того, как вы выложили информацию о принятом решении? Вам писали, ну, вот теперь строители разойдутся и понастроят нам, значит, тут высоток в историческом центре. Если это не запрещено, то почему нет? А вам нравятся высотки? Ну, я исхожу из чего, смотрите, значит, у нас есть территория исторического поселения, которая была впервые установлена в городе Кирове в 2015 году. Там все было логично, ни у кого не возникало вопросов, потому что это действительно исторический центр, да. Конечно, и ровно эта же территория исторического поселения осталась и сейчас. И ни одна из строительных компаний, которых я имею честь представлять, с этим не спорит. Не покушается? Никоим образом. То есть я, как кировчанин, считаю, что историческое поселение, простите, это все-таки у нас Трифонов монастырь, улица Ленина, улица Карла Маркса. Я не вполне понимаю, какое отношение к границе исторического поселения имеет, например, хвостик Октябрьского проспекта, который примыкает к железнодорожному вокзалу. Не вполне понимаю. Киров второй мы имеем в виду, да? Зачем? Нет, какой хвостик. Киров первый. А, Киров первый. У нас сейчас же по той концепции, которая была исполнена постановлением правительства, территория исторического поселения фактически ограничивалась как раз Октябрьским проспектом от, начиная фактически поворота к заводу имени Лепся, значит, и вплоть до железнодорожного вокзала Киров-1. Ну, 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 что там такого у нас исторического? Там даже никаких объектов культурного наследия нет. И это был один из аргументов, который был принят областным судом в том числе. Не надо представлять строителей, как, простите, Демонов каких-то. Абсолютных демонов, которые собираются застроить весь исторический центр какими-то высотками, человейниками и прочие вещи. Мы говорим о чем? О том, что если у нас есть какое-то историческое поселение, мы это никоим образом не оспариваем. Мы с этим согласны. Мы готовы принять те ограничения, которые сейчас есть и которые могут быть в дальнейшем, но они должны быть просто обоснованы. Если в стране есть закон, вот лично моя позиция как юрист, то он обязателен для всех, и для строителей, и для правительства. Я большей частью в суде доказывал именно это, и радуюсь, что доказал. Ладно. Время бежит вперед неумолимо. Давайте мы на этой теме пока запятую поставим, посмотрим, что сегодня скажет суд. В 14 часов заседание начинается. Городская администрация судится с городской думой. Это, мне кажется, само по себе интересно. Яна Чеботарев, юрист в нашей студии. Мы продолжаем. Я хотела вашего мнения спросить. Яна Евгеньевич, не знаю, насколько вы прокомментируете это все глубоко, но тем не менее. Мы накануне в развороте обсуждали довольно любопытный казус. Если вы помните, в прошлом составе, в прошлом созыве ЗАГС Собрания была такая история, когда два законопроекта, скажем так, устраняющие двоевластие в городе Кирове, были одновременно внесены в ЗАГС Собрания. Один законопроект предполагал, помимо устранения двух человек, главы администрации, главы города и объединения их в одно лицо, прямые всенародные выборы. Второй законопроект предполагал то же самое, но прямых выборов там нет, там есть назначение мэра города Кирова комиссии конкурсной. Не было там детально все прописано, ну, то есть можно было все это изменить. Один человек, несколько, сколько кандидатов утверждает комиссия. Тогда, значит, эти два законопроекта один не приняли, а второй сняли с рассмотрения. Сейчас ситуация примерно такая же, то есть на прошлом заседании Законодательного собрания был рассмотрен вопрос законопроекта оппозиции, который тоже предполагал прямые всенародные выборы мэра Кирова. Не получил поддержки. Не получил поддержки, совершенно верно, большая часть депутатов воздержались, из тех, кто не поддержал этот документ. А сейчас, насколько я понимаю, опять выносится вот этот вот второй законопроект, который тоже устраняет двоевластие и при этом конкурсная комиссия. Пока на сайте Законодательного собрания я не видела повестки, но вот люди, которые уже получили бумаги, говорят, что значится на ближайшем пленарном заседании, в повестке этого заседания этот самый вопрос. Честно, вот, я не знаю, мне кажется подозрительным, что два эти документа ходят все время друг за другом. Вам как кажется? На мой взгляд, это вообще надуманная проблема. Двоевластие. Ну да. Ну, о каком двоевластие здесь можно вообще ввести речь? У нас есть глава администрации, есть глава города. Госпожа Ковалева фактически первая среди равных... Депутатов. Господин Осипов занимается, должен заниматься. Какое уточнение вы сделали? Так. Должен заниматься. Больше счастью, хозяйственными вопросами. Ну, о каком двоевластие здесь ведется речь? У нас есть, простите, президент Российской Федерации, и у нас есть точно так же руководители Государственной Думы, Федерального Собрания. Тоже можно говорить о двоевластии каком-то, на мой взгляд. Там еще председатель правительства есть. И в области, кстати говоря, такая же картина. Я понимаю, значит, ветви власти, они абсолютно разные. И каждый занимается своими делами. И как раз, на мой взгляд, какое-то излишнее сосредоточение всех властных функций в руках одного человека, ну, это как раз очень нехорошо. И этого нужно всемирно избегать. Я не вижу здесь никакой проблемы, которая бы требовала срочного законодательного регулирования. Безусловно, я как горожанин, как сторонник все-таки демократических идеалов, я бы не отказался, чтобы высшее должностное лицо муниципального образования города Кирова, либо даже главу администрации, избирали все-таки непосредственно сами горожане. Вы за прямые выборы? Я за прямые выборы всегда. На мой взгляд, это все-таки достаточно важная фигура. Что главы города, что главы администрации, я считаю, что, собственно говоря, нужно избирать и одного, и другого. Если у нас глава администрации назначается по конкурсу с учетом мнений депутатов и так далее, ну, я готов, собственно говоря, с этим согласиться. Но говорить о том, что нужно сейчас сливать две самостоятельные фигуры наших руководителей города, которые как раз и должны где-то друг друга уравновешивать воедино, я считаю, что это ошибочная позиция абсолютно. Но при этом используется как самый главный аргумент и той стороной, и другой. В изменении имеется в виду, да, вот всей этой процедурой. Боюсь, что к нашему мнению традиционно не прислушивается никто. В чем состоит идея людей, которые лоббируют, политиков, которые лоббируют подобного рода действия по объединению двух самостоятельных фигур воедино? Ну, на мой взгляд, как раз они пытаются получить какого-то монстра, который будет, по большому счету, просто более независим от депутатского корпуса, что, на мой взгляд, точно так же достаточно опасно. Даже если он будет через прямые выборы выбираться? Ну, если он будет через прямые выборы выбираться, тогда это нормально. Он будет опираться фактически на ту легитимность, которую получит непосредственно от горожан. А если какая-то малопонятная комиссия, которая неизвестно как будет формироваться, будет назначать подобного рода чиновника, который будет иметь возможность фактически, как бы помягче сказать, не обращать внимания на мнение депутатского корпуса, который выбирается непосредственно населением, на мой взгляд, это просто ужасно. Просто ужасно. Что у нас, монархия, что ли, какая-то в стране, либо в отдельно взятом городе. В связи с чем? Кто дал право непонятной комиссии, которую, опять же, никто из граждан не выбирал, принимать подобного рода решения? За депутата мы голосуем, за каждого отдельно взятого сами. Там еще есть, да, какая-то такая, не знаю, иллюзия, не иллюзия того, что все-таки мы как-то тоже вот выбираем, да, главу города через депутатов опосредованно. Ну, вы знаете, я по большому разу могу сказать о том, что депутатский корпус с течением времени становится все более и более логичен и понятен. И я могу называть многих депутатов Кировской городской думы, которые реально сдерживают те обещания, которые давали своим избирателям, которые с избирателями работают и оказывают им каждодневную фактическую помощь даже в решении текущих проблем. Если, простите, мы создадим сейчас какую-то фигуру, которая будет сочетать в себе, значит, и права и обязанности главы города, и права и обязанности главы администрации, на мой взгляд, мы получим монстра, которого, простите, контролировать, ну, как минимум мы, как жители, точно не сможем. Не сможет никто, кроме губернатора, которому федеральные... Изменения федерального законодательства позволяют этого человека даже отзывать и лишать полномочий. А может быть, как раз в этом цели состоит? Может быть. Не очень бы хотелось. Это правда, да. Хотелось бы все-таки, чтобы человек как-то подчинялся не только губернатору, а немножко и жителям города тоже. Но это интересная позиция. Кстати, первый раз, по-моему, в нашей студии звучит о том, что двоевластию устранять опасно. Может быть, стоит его и сохранить. У нас разделение властей, простите, прописано в Конституции и во всем мире принято. У нас же, еще раз говорю, не абсолютная монархия с тем, чтобы говорить о том, что у нас нет разделения властей, что у нас исполнительные, законодательные и судебные власти сосредоточены в одних руках. Хотя бы сейчас в России какие-то декорации сохраняются, разделение власти. Давайте хотя бы иллюзию сохраним, да? Да, на будущее. Мы сейчас уйдем на перерыв, после вернемся уже с другими темами. Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» продолжается. Юрист Ян Чеботарев в нашей студии по поводу России и того, что происходит в России. Достаточно такая сложная тема, наверное. История с новым уголовным делом Алексея Навального. Тут надо сразу же нам с вами оговориться, что Алексей Навальный является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, ФБК. И ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России. К сожалению, закон нас обязывает об этом говорить. Поэтому очень осторожно надо как-то нам выражаться. Но вот, тем не менее, новое уголовное дело в отношении Алексея Навального. Суд уже начался, причем тоже в какой-то странной такой форме проходит, да? То есть неоткрытый, непубличный. Обвиняет Алексея Навального в мошенничестве и, по-моему, в клевете еще, да? В оскорблении судьи, употребив слово «блин» в судебном процессе, господин Навальный ухитрился каким-то образом оскорбить на их честь. Что нам остается в этой теме? Подождем, посмотрим на решение. Что касается то, что новое какое-то дело родилось, ну не такое уж, а оно и новое. Напомню, что ему достаточно много времени. Значит, не вчера его возбудили. Что касается самой политики, самой подхода к тому, что эти дела множатся и будут множатся. Слушайте, мы в России живем с вами достаточно давно. И дело Ходорковского, значит, показало о том, каким образом наши власти умеют создавать формальные поводы для того, чтобы лишить человека свободы и неудобного человека ограничивать в возможности публично высказывать какие-то свои мысли, либо как-то прямо, либо косвенно влиять на умы и настроения наших граждан. Дело, безусловно, смешное. Я успел ознакомиться с рядом документов, которые представлены в сети интернет. Слава Богу, пока у нас интернет все-таки работает. До суверенного рунета мы еще пока не доросли. Технически еще не готовы, Евгений Геевич? Ой, я надеюсь, что и не будут готовы. ВПН никто не отменял. Ознакомился с этими документами достаточно смешно. Говорят о том, что ФБК собирал донаты, пожертвования на выборную кампанию Алексея Анатольевича. А так как Навальный имел какую-то судимость, значит, собственно говоря, он эти деньги не имел права привлекать. И таким образом... Потому что знал, что не может баллотироваться. Да. И таким образом их и похитил. Ну, смешно здесь прежде всего почему. Значит, размеры этих пожертвований определяли сами жертвователи. То есть никто не обвиняет то, что господин Навальный каким-то образом заставил кого-то что-то внести, что-то пожертвовать. Крайне забавным является то, что заявления о возбуждении каких-то дел в отношении господина Навального родились фактически сразу же после подобного рода пожертвований. И при этом даже попытки обратиться куда-то либо к нему, либо в этот же ФБК с просьбой вернуть пожертвование не предпринималось. Плюс крайне непонятным представляется ситуация, связанная с тем, что не доказано никак, что господин Навальный, вот его сейчас обвиняют, то, что он этими деньгами оплачивал собственные путешествия, питание, какие-то экскурсии, парикмахерские, фитнес-залы и прочее, не приводится никаких аргументов, о каким образом деньги жертвователей, которые, опять же, повторюсь, перечислялись не ему, а попали в распоряжение непосредственно к нему. Значит, у него имел место быть источник дохода, адвокатская практика, причем с весьма достойными показателями, что мешало ему тратить собственные деньги. Опять же, никоим образом не установлено и не доказано, что подобного рода пожертвования не использовались непосредственно на уставную деятельность той организации, которая эти деньги получала. Более того, сама прокуратура в своем обвинительном заключении, которое вчера было озвучено, она эти факты так-то признает. Но, к сожалению, в современной России очень часто возникают ситуации, при которой суд и закон не пересекаются. Очень часто. К сожалению, политическая целесообразность во многом давлеет на данной ситуации, и я не уверен, что итоговое решение будет законным, справедливым и обоснованным. Печально, если так. Печально. Но я хотела вас еще вот о чем спросить. У нас Алексей Навальный, ну, так или иначе, в поле зрения судов и правоохранительных органов попадает достаточно давно. И в Кирове, мы помним, да, были суды по делу Киров-Леса, собственно, с этого все началось. И когда были суды по делу Киров-Леса, здесь была движуха-недвижуха, ладно, московские журналисты приехали, да, освещать этот процесс, но было достаточное количество и кировчан, которые выходили, в том числе и к областному суду, и к Ленинскому суду, который тогда, по-моему, на улице с Паской находился, да. И вот сейчас мы видим там очередное уголовное дело. И люди, которые выходят, и пикеты в поддержку Алексея Навального, ну, вот их просто по пальцам можно пересчитать, да. Это что? Это люди боятся или все устали от этой истории, или у всех сейчас слишком тяжелая жизнь, и ковид, и все остальное, и мешает это? Ну, я думаю, что здесь сочетание ряда факторов. Во-первых, безусловно, и боятся в том числе. Ситуация в стороне меняется не в лучшую сторону. И законодательство меняется так, что никто не знает, не нарушили ты закон, если выйдет, да? Безусловно. Если раньше никаких вопросов к, например, там, одиночным пикетам у правоохранителя не возникало практически никогда, это предусмотрено непосредственно действующим законодательством, сейчас подобного рода формы доведения до общественности собственного мнения может быть квалифицирована по соответствующим статьям и с соответствующими последствиями, начиная от штрафов и кончая лишением свободы в административном порядке. Безусловно, люди боятся, безусловно боятся. Более того, многие, с кем я общаюсь, с нашими согражданами, с теми гражданами, кто пишут в интернете о чем-то, люди постепенно-постепенно утрачивают веру в то, что их позиция, доведенная до всеобщего сведения, может вообще на что-то повлиять. И это, безусловно, печально во многом. Почему? Потому что, к сожалению, вся наша трагическая российская история учит нас всех, что как только люди начинают терпеть, терпеть, молчать, копить в себе, когда власти перестают прислушиваться к глазу общественности, обычно это кончается очень неплохо, очень плохо, и 1917 год, собственно говоря, 1917 год, это яркий достаточно показатель. Не зря клапаны на скороварках делали. Безусловно. Яна Чеботарев, юрист в нашей студии. Я напоминаю, Алексей Навальный является учредителем фонда борьбы с коррупцией, который признан экстремистской организацией, запрещен в России, и законодательство нас обязывает об этом говорить. И еще один вопрос, который мы тоже хотели с вами сегодня обсудить, это история с тем, что все дорожает, все становится дороже, Ян Евгеньевич. История с нотариатом. Поскольку я понимаю, услуги нотариусов для кировчан подорожали в два раза, по-моему, вы говорили. На 50% по ряду действий, и не на все. Значит, это общероссийская тема. Во многих субъектах Российской Федерации, да, относительно недавно, буквально на днях, произошло удорожание нотариальных услуг, причем оговорюсь о том, что плата за услуги нотариуса, за нотариальные услуги делится на две большие части, это госпошлина, которая устанавливается налоговым кодексом, и оплата за услуги технического характера, размер и тарифы по которым устанавливаются нотариальными палатами. Безусловно, да, такое дорожание произошло, но это, на мой взгляд, неудивительно, инфляция, все растет, цены на топливо растут, на бумагу растут, на продукты питания растут, нотариусы точно так же вынуждены поднимать эти же заработные платы своим сотрудникам, поэтому это абсолютно понятная ситуация, и дальше будут расти. В общем, вполне понятна и ожидаемая история. К сожалению, да. Ладно, я предлагаю нам все-таки ближе уже к концу закругляться, и честно хочется о хорошем, Ян Евгеньевич, поговорить. Смотрите, тут у нас на сайте правительства областного появился, ну, релиз не релиз, новость не новость, о том, что уже в феврале, это вот буквально позавчера было, в феврале пассажиры фирменного поезда «Вятка» смогут купить билеты в вагон класса «Люкс». Вагон рассчитан на 12 человек, соответственно, в нем шесть купе, в каждом по два места. Купе состоит из комнаты отдыха увеличенного размера и туалетной комнаты. То есть там даже душ, насколько я понимаю, есть, жидкокристаллический телевизор, индивидуальная аудиосистема, шкаф для одежды и багажа, кондиционер, естественно, да. Интерьер вагона выполнен с применением современных отделочных материалов. Вопрос включения вагона категории «Люкс» в состав поезда «Вятка» был поднят в ходе рабочей встречи губернатора Кировской области Игоря Васильева с начальником Гурьевской железной дороги филиала РЖД Сергеем Дорофеевским в конце января. Я смотрела вчера на самом деле цены, да, не могла понять все-таки, это вагон СВ повышенной комфортности продается на сайте РЖД или это, но цены примерно там 9-12 тысяч рублей за место. То есть вот, стоит столько проехать от Кирова до Москвы. И я, честно, не могу понять, на кого это рассчитано. То есть это чиновники сами для себя такой подарочек устроили, договорились о нем? Или это все-таки на бизнес рассчитано и есть те, кто готов приехать в Киров за 12 тысяч рублей? Ну, возможно, это рассчитано и на бизнес, хотя, честно говоря, бизнесмены, на мой взгляд, ценят прежде всего время, и если есть возможность добраться до какого-то города с помощью авиасообщения, то выбор будет сделан, безусловно, в пользу самолета. Странным мне представляется введение данного вагона. Вятка, насколько я понимаю, уходит из Кирова достаточно поздно. И после того, как пассажиры разместятся в вагоне, у них остается, конечно, какое-то время на попить чай, на поговорить, на познакомиться. Дальше они отходят ко сну. И воспользоваться всеми подобного рода услугами им будет весьма проблематично во время сна. Не знаю, наверняка, собственно говоря, какие-то пользователи... До утра можно душ принять, смотрите, это очень удобно. Правда, 150 рублей за платье можно принять его в штабном вагоне, но ладно. Согласен, наверняка кто-то будет пользоваться подобного рода услугами, почему нет? В конце концов, хотя бы в этой части России демократической государства. Хочешь в плацкарте, хочешь в купе, хочешь в СВ, хочешь в вагоне... Выбирай любое. Все, все пути открыты, в том числе 12 тысяч от Кирова до Москвы, и ты поедешь с комфортом. Интересно будет через полгодика посмотреть на статистику, если, конечно, нам предоставить такую возможность, а кто действительно пользователь подобного рода услуг. Если это было... А это персональные данные, Ян Евгеньевич, не скажешь. А можно не раскрывать, потому что если это будут в основном чиновники, и плательщиком будет выступать, например, городской или областной бюджет, ну, это будет показательно. Юрист Ян Чеботарев, на этом мы программу «Особое мнение» завершаем. Спасибо большое и до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM